Депортация коснулась каждой семьи карачаевского народа. Народный поэт Карачаева-Черкесии Дина Мамчуева в своем творчестве отразила всю боль переселения. Ее родные также стали жертвами сталинских репрессий. О ссылке, которую нельзя ни оправдать, ни забыть в репортаже Светланы Шагановой. Маленький вагон поезда в детских руках не предвещал беды. Но еще пару часов и весь народ под дулом автомата будут грузить в товарные вагоны. Крики людей, детский плач, со стуком колес все дальше уносились от родины. Среди тысяч людей в холодном тесном вагоне ехала 17-летняя девушка Марьям Чипчикова. Так звали маму Дины Мамчуевой. После войны Тарея Льмамчуев и Марьям Чипчикова познакомятся в Казахстане и создадут семью. Жили они в Южно-Казахстанской области, в селе Ильичевка, совхозе Пахторал. Из-за суровых условий переселенцы дадут совхозу новое название – тюрьма народов. Дина и ее старший брат родились на Чужбине. Совсем маленькими они вернутся на родину. И уже от своих родных узнают о суровых годах депортации. И вся жуткая картина переселения останется в памяти. Дина Тарея Львна с болью и печалью рассказывает о тех жестоких, бесчеловечных 14 годах ссылки. В семье отца было девять детей, восемь братьев и сестра. Самого младшего, девятого, звали Тугузак. Не выдержав сокрушительного удара судьбы и климатических условий, дедушка Юсуп умер. Умерла потом и бабушка Дарина. Те, которые помнили мою бабушку, говорили, как она тяжело умирала. Когда родственники приходили проведать ее, она плакала и говорила. Я не смерти боюсь, я боюсь оставить Тугузака. Он такой маленький, как он будет жить без матери. И всех она просила заботиться о нем. По возвращению, ну, после войны в 1947 году, когда вернулись братья, они Тугузака прижали к сердцу, подняли его. И он одним из первых закончил Харьковский авиационный институт с отличием. Выстраданная правда, излитая слезами. Но именно терпение и трудолюбие стало победой над абсурдным обвинением. На чужбине народ трудился. Мужчины воевали на фронте. Отец Дины Тарелевны, 16-летним юношей, ушел защищать страну. Так же, как и его братья. Заслуги карачаевского народа были отмечены на высоком государственном уровне. Изломанные судьбы людей Дина Мамчуева отразит в своих гениальных произведениях. В поэме «Карачай» в хронологическом порядке. История многострадального народа. Когда тебя били под дых, ты всегда поднимался с колен, свою не теряя заветную в небе звезду. Я знаю, ты шейхом пройдешь в светлый рай по мосту, когда призовет нас Аллах грешных, праведных всех сотный день. Тяга к родине бесценна. Народ даже и не верил, что настанет день справедливости, и семьи вернутся в родные края. Время не лечит, а лишь дает силы пережить прошлое. Депортацию забывать нельзя. Многие говорят, почему вы все время говорите о депортации. О ней надо помнить хотя бы потому, чтобы никогда ни с одним народом подобное не случилось на земле. У великого Расула Гамзатова есть такие слова. Кто выстрелит в прошлое из пистолета, в того будущее выстрелит из пушки. Мы должны помнить, чтобы стоять на страже, на страже народов. Печальный ноябрь, навеивающий грусть своей листвой. И капли дождя в этот день плач от боли в сердце, от потерь. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия.